Зоя В Петрищево Через два дня Зоя снова пришла в Петрищево, но враги схватили юную партизанку. Допрашивал Зою сам командир дивизии подполковник Рюдерер. «Кто вы? Не скажу! Это вы подожгли дома? Да, я! Ваши цели – уничтожить вас!» Зою начали избивать, требовали, чтобы она выдала своих товарищей, сказала, откуда пришла и кто послал ее на задание. «Не знаю! Не скажу! Нет!» – так отвечала Зоя. И снова пошли побои. Ночью Зою подвергли новым мучениям. Почти в одном нижнем белье ее несколько раз выгоняли на улицу и заставляли босую ходить по снегу. «И снова скажите, кто вы? Кто вас послал?» Зоя не отвечала. «Утром Зою повели на казнь. Устроили ее в центре деревни на деревенской площади. К месту казни согнали жителей. Вот подвели девушку к ящику, набросили петлю на шею. Последняя минута, последний миг молодой жизни! Как использовать этот миг? Как остаться бойцом до конца?» Вот комендант приготовился дать команду. Вот занес руку. Но остановился. Кто-то из фашистов в это время припал к фотоаппарату. Комендант приосанился. Нужно получиться достойным на снимке. И в это время «Товарищи!» – прозвучал голос Зои. «Не бойтесь! Бейте фашистов! Жгите! Травите!» Какой-то рядом фашист хотел подбежать к Зое и ударить. Но девушка оттолкнула его ногой. «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье умереть за свой народ!» И повернувшись, она прокричала своим мучителям. «Нас 200 миллионов! Всех не перевешайте! Все равно победа будет за нами!» Комендант дернулся. Подал рукой команду. «Минское шоссе. 85-й километр от Москвы. Памятник героине. Люди, пришедшие поклониться Зое. Синее небо. Простор. Цветы».